Сейчас будет диаметрическое объяснение. Во-первых, любую точку можно симметрично отразить, так что есть ромен прямой выбор. Так вот, оказывается, что под каким углом не проводить такой прямоугольник и не вписывать. Диагональ у него будет все время одноэтажно. То есть, радиус описанной окружности будет один и тот же. Вот вам показываю эту картинку. Заметьте, вот сила современной техники. Когда я был школьником, конечно, меня, что называется, учили, что каждый раз надо делать несколько чертежей геометрической задачи. Только вот, извините, нарисовать абсолютно точно эллипсы тяжело. А уж несколько эллипсов совсем тяжело. То есть, это каждый раз было на уровне подвига. А сейчас при помощи компьютера, при помощи программировки, это все становится абсолютно рутивным, доступным любому человеку работе. А уж посмотреть на результаты, тем более, тем более может любой. Значит, так, все больше и больше линий. Вы хоть понимаете, что это за линия? Это та самая точка, из которой под 90 градусов. Это красные, это фокусы. Это что? Центр эллипса. Да. А теперь, сможем ли мы сейчас, выстанка, доказать, что вот это вот расстояние от центра эллипса до красной точки все время одно и то же. Для этого мы должны посмотреть на вот такой прямой вывод и подумать, что мы о нем знаем. Значит, господа, что такое вот эта точка, которая находится на зеленой выводе? Как вы думаете, мы знаем расстояние от центра эллипса до зеленой точки. Знаем. Почему? Потому что вообще здесь прямоугольник. Значит, вот этот прямой, это фокус, это другой фокус. Соответственно, вот этот треугольник, который я сейчас в мышке показываю, видите, да? Зеленая точка, красная точка и красная точка. Этот треугольник прямоугольник. А у прямоугольного треугольника медиана, а это медиана, потому что от фокуса до центра, сколько же, сколько до другого, от другого фокуса до того же центра, да? Так вот, медиана, это половина гипотенуза. Гипотенуза, это два С. С расстояния между фокусом. Значит, ребята, вот этот отрезок, это С. Этот отрезок, это С. Теперь, знаем ли мы расстояние от белой точки до центра эллипса? Да, знаем. Потому что мы с вами помним, что вот эта белая окружность имела радиус А. Помните, средняя линия, помните, да? Сегодня это было. Вот, таким образом, этот отрезок А. И вот этот отрезок тоже А. А, значит, от синей точки, от центра эллипса до трех вершин прямоугольника расстояние нам известно. А вопрос, какое расстояние до четвертой вершины. Здесь срабатывает известная теоретическая теорема. Для любого прямоугольника, если знаешь расстояние до трех вершин, то знаешь расстояние до четвертой. Более того, даже такая теорема. Сумма квадратов расстояния до двух вершин прямоугольника противоположных равна сумме квадратов расстояния до двух других вершин. Это задачка на теоремке Павловича. Что нам реально сейчас надо доказать? Что если есть абсолютно произвольные прямоугольники и совершенно любая точка, неважно, где расположены, то сумма квадратов расстояния до двух вершин противоположных равна сумме квадратов расстояния до двух других вершин. Проще всего это делать при помощи теоремы Павловича. Объясняю. Если взять через центр прямоугольника провести прямую вертикальную резонталь, то есть вдоль сторон, да, провести прямую. Если в полученной системе координат, координаты вот этой точки обозначим x, y, координаты вот этой точки обозначим а-б, вот этой, соответственно, а-б, здесь минус а-б, а здесь минус а-б, так, ну и давайте сами эти точки как-нибудь обозначим, k, l, m, y, n, да, то по теореме Павлора у нас есть следующее равенство. Так, а вот эту точку обозначим П. У нас есть следующее равенство. Lp в квадрате и mp в квадрате. Здесь я напишу Kp в квадрате и mp в квадрате. Замечательно. Так вот, что же это такое? Lp. Значит, по абсциссии это надо взять x плюс а, а по ординате y минус b. Так, что такое np? По абсциссии x минус а, по оси ординат наоборот будет y плюс b. Хорошо. Что такое k в квадрате? Здесь разность x и a в квадрате и y и mp. Что такое, наконец, mv? Сумма. Здесь x плюс а, а здесь y плюс b. Господа, обратите, пожалуйста, внимание на простую вещь. Даже скобки раскрывать не надо. Почему? А потому что слагаемые соответствуют. x минус а, x минус а, x плюс а, x плюс а, y минус b, y минус b, y плюс b, y плюс b. Все. Получается, что сумма квадратов расстояния до двух противоположных прошелки и мугольника равна сумме квадратов расстояния до двух противоположных. Как это относится к нашей задаче? И тот самый пример, вывод. Господа, у нас есть центр. У нас есть центр эллипса. Смотрите, вот этот отрезок c, этот отрезок а, этот отрезок тоже а, а вот этот отрезок, это некая там неведомая величина, давайте ее я не знаю, как обозначим. r. Отлично. Так вот, что мы только что доказали? Что r квадрат плюс c квадрат это а квадрат плюс а квадрат. Отлично. Значит, r квадрат это а квадрат плюс а квадрат минус c квадрат. Но, господа, а квадрат минус c квадрат это, как известно, малая полуось. То есть я напомню, что если у нас есть фокусы, вот есть центр, значит, на расстоянии c расположены фокусы, то когда вы рассматриваете большую полуось, то в некоторый момент времени в самом верхнем положении мы получаем такой треугольник. Здесь b, здесь а, а здесь c. То есть b квадрат плюс c квадрат это а квадрат. Соответственно, а квадрат минус c квадрат это b квадрат. Мы получили в точности то, что хотели. Идем и поняли? Нам дают полюбоваться еще раз. Видите, все, да? Вот. Это нам дают полюбоваться в статике еще раз. Это лишние линии убрали. Честно, слово стало красиво. Правда, доказательства на такой картинке уже не проведешь, но просто все понимают. Прямоугольник вписан в одну и ту же окружность. Красная окружность для всех прямоугольников одна и та же.